Слава Украине! Героям слава! Ну что, друзья мои, есть еще новости с Крымского моста. Значит, поклевали его боевые гусеницы очень серьезно. Говорят, что это были даже боевые брундучки. Но россияне визжат о том, что по нему ехал заминированный грузовик. Но это бред сумасшедшего, потому что, скажем так, заминированный грузовик может подорвать мост. Ну вот, предположим, что если едет заминированный грузовик, он завалит один пролет моста. Потому что грузовиков не два, он один. Но вот тот пролет, на котором, представьте себе, что едет грузовик, ну да, этот пролет теоретически может упасть. Да. В данном случае упало, из того, что я вижу сейчас, заходите к нам на телеграм-канал, смотрите. Вот мы внимательно сейчас посмотрели. Ссылочка снизу, я же говорю. Там упало два пролета автомобильного моста. В хлам вообще упало, да. И как могло два пролета завалиться? Это же, там, извините, там метровый бетон. И тут, это не был грузовик. Что я могу сказать, но это чушь собачья. Это то, что, знаете, то, что они начинают нести, у них это называют уже инцидент. Уже у них новое слово появилось, да, у русских. То же было, что у них был? Хлопок, отрицательное всплытие. Мост отрицательно стоит теперь у них, да. В результате инцидента мост отрицательно стоит. Да. Так вот, упало два пролета автомобильного моста. Два, а не один. Причем полностью, а все в хлам. И горит по меньшей мере метров, ну, я не знаю, метров сто, как минимум, горит железнодорожного моста, по которому совершенно случайно в тот самый момент ехал ЖД состав с горючим. И вот это все вместе, вот это горючее обволокло этот мост, и железнодорожный мост горит тоже, но он не упал. Но, я еще раз уже повторюсь, что в случае длительного горения и длительного температурного воздействия на металлоконструкции, на бетон, оно теряет прочность. А учитывая количество вагонов, которые там сейчас горят, ну, я так думаю, что этот мост потерял прочность, если железнодорожная часть его потерял, прочность уже окончательно и бесповоротно. Вот, собственно, да, будут ли его ремонтировать? Они его ремонтировать начнут, но не закончат, потому что мы раньше заберем Крым. И, в принципе, это уже наш головняк, как ремонтировать или не ремонтировать этот мост. Конечно, они сейчас дергаться будут, они сейчас начнут что-то там, какие-то комиссии провозить, еще что-нибудь, но, по большому счету, так долго, как потребует вот такой вот ремонт, они в Крыму, скорее всего, уже не задержатся, поэтому они будут на выход там выходить, постепенно, вот. Ну, а мы будем освобождать Крым, и, соответственно, будем то ли ремонтировать, то ли сносить уже этот незаконный мост. Помните, я вам говорил, что это самострой? Ну, я, наверное, где-то в начале агрессии говорил об этом. Да и до этого я говорил, что это незаконный мост, на него нету никаких разрешительных документов совершенно, на него нет проекта технической документации, не существует ничего. Это, это, этот мост, это как халабуда какая-то, которую вот какой-то пьяный Вася построил у себя для голубей над своим курятником, да. Этот мост имеет статус точно такой же незастроя, халабуда, обычная халабуда, самострой, самоделка. Я всегда говорил, что его придется или доводить Украине до ума, почему, потому что нет, ну, посмотрим, какая там проекта техническая документация, будем делать уже после освобождения все эти исследования, то ли сносить его. Ну вот, пока что вроде бы остановились на том, что будем мы его, судя по всему, сносить. Слава Украине!